Святой Дух Каждого человека Чьё сердце открыто Для твоего призыва Я прошу тебя Святой Дух проговори Проговори сегодня В каждое сердце Пусть твой призыв звучит Мы благодарны тебе Господь Мы славим тебя Аминь Добрый день, дорогие братья и сестры Будьте благословенны, присаживайтесь Всех дуже рады вітати, шановні брати, сестры Слава Иисусу Христу Дивлячись на вас В моем сердце Дуже багато Верния в Берлине И знаете, так же у меня в сердце было много веры Что у нас все получится Знаете, есть разная вера Есть вера, когда ты смотришь в пустоту А есть вера, когда ты уже смотришь на каких-то людей Аминь Когда ты смотришь в пустоту Реально Тебе трудно верить Тяжело верить Но тебе надо верить Но когда ты уже смотришь на людей То как-то уже надежнее все Потому что, ну, по крайней мере Есть кто-то Аминь И глядя на вас Глядя на всех тех, кто Собрался в Берлине У меня Есть вера Слава Богу Слава Богу Слава Богу Хорошо, братья и сестры Еще раз всех рад Видеть Наших Служителей Пасторов Лидеров Всех Всех, кого я знаю А знаю я практически всех Возможно, не знаю, где я вас видел Но Сто процентов знаю Ваши глаза Ваши лица Вот И очень рад вас видеть Пусть вас Бог благословит Пусть Бог благословит Ваше здоровье Даст вам много сил Много энергии Пусть Бог даст Вам Большие цели Большие планы Пусть Бог благословит Ваши семьи Ваши дома Пусть благословит Дела ваших рук Аминь Пусть Не оскудевает Ваша рука Никогда Пусть она всегда будет Насыщена Наполнена Всяким добром Пусть Бог благословит Ваших детей Чтобы они вас радовали Чтобы они приносили вам Счастье Пусть Бог защитит вас От От всякого Зависимости От всякого Колдовства Проклятия От всякого Демонического Влияния Пусть Власть Прошлого Она разрушится Аминь Пусть прошлое Не влияет на будущее Потому что Ты новое творение Во Христе Иисусе Все старое Прошло И старая тварь Если она даже и была Она умерла уже На земле уже новое творение Новая жизнь Поэтому пусть Бог благословит Чтобы у тебя было С чистого листа Начато что-то крупное Большое Серьезное Пусть Бог благословит Ваше служение Знаете Чтобы вы были в служении В служении Почему? Потому что Иисус Когда пришел на землю Он сказал Я пришел служить Я служить пришел Он даже Сказал так Я пришел не для того Чтобы мне служили Ты говоришь Ну пока что мне служат Это временно Временно Пока мы тебе служим Там ты сейчас исцелись Освободись Там подарков наберешь А потом сам начнешь давать Аминь Будешь за других молиться А других освобождать Потому что мы не пришли Чтобы нам служили Мы пришли послужить Знаете Иногда устаешь Думаешь Сколько можно служить Пока ты служишь Бог тебя будет благословлять Аминь 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 Поэтому Благословение вам Благословение вам На новой земле Аминь На этой земле Вы новые люди Вы непривычные люди Но Бог сказал Любая земля На которую ступит Мога твоя Она будет Что? Да Я не досказал Это сам Это вы сказали Потому что Меня не обвинили Что Хотят что-то тут забрать Мы ничего забирать Ни у кого не будем Мы просто будем Служить Богу Мы будем проповедовать Слово Божие Мы будем исцелять больных Изгонять бесов Освобождать людей От зависимости Аминь Мы будем это все делать Мы будем это все делать Почему? Потому что у нас есть призвание От Бога это делать Призвание От Всевышнего И мы будем это делать Дорогие братья и сестры Меня тут ограничивают Со временем Но я вам скажу Меня распирает Просто вот так вот Изнутри Потому что у меня есть Миллион слов вам сказать Вот Ну скажу не миллион Скажу наверное Тысяч десять Вот Тысяч десять слов скажу И С чего бы хотелось начать Друзья С чего бы хотелось начать Ну Во-первых Я хочу чтобы вы поняли Правильно Кто вы такие Это важно понять Потому что Находясь Исходя из того Кто ты такой Вообще ты понимаешь Чем тебе заниматься Я хотел спросить Кто знает Как зовут нашего спасителя Иисус Христос 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 Иисус это имя Аминь А Христос это Фамилия Да Фамилия Христос Да Вот Когда-то после того Как Советский Союз Развалился Еще в СССР Назначили Ну кто-то прикалывался Наверное И назначили Главного по делам Религии В СССР И назвали Ему Ну он еще не развалился Но уже Горбачев там был Знаете Уже потеплел И все И назначили Главного по делам Религии И в нем фамилия была Христос 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 Это кто-то прикололся Думаю Тут верующих В тюрьму садили Давайте назначим Христос 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 Прикинь ты На прием приходишь Как фамилия Христос Христос Это его Титул Это его звание Да Христос То есть кто Помазанный Дай бутылку Без бутылки не могу Вот это оливковое масло Да И в Израиле Это естественный процесс Был Люди знали Что такое оливковое масло Первый раз Оно упоминается Что нужно людей Помазывать В книге Исход В 30 главе Господь сказал По Моисею Сделай себе помазание Для того Чтобы помазывать Священников Помазывать предметы И все что ты помажешь Это будет отделено Для Господа И кроме этого На том Все что будет помазано Все будет иметь силу Будет иметь силу Поэтому Господь Первый раз Это упоминание было Да Потом помазывали Всех священников Потом помазывали Царей Помазывали Пророков И Когда Иисус Родился На земле Он родился Если вы помните Во времена Ирода И Ирод узнал Что будет рожден Новый царь Он сильно Конкурировал С этим вопросом Ему не хотелось Чтобы был другой царь И поэтому Он повелел Убивать всех Младенцев Если вы не знали Этого То Ирод Убил Где-то там 28 тысяч Маленьких мальчиков Ну это много В то время В Израиле Он их уничтожил Просто Хотел уничтожить Иисуса Христа Ну Иисус Христос К тому времени Уже был в Египте Поэтому он остался живой И После вот этого Геноцида Когда он убил 28 тысяч Маленьких мальчиков Рассказывают История Что он умер В страшных муках В страшных муках Умер Бог его очень быстро Наказал И до сегодняшнего дня Вот слово Ирод У нас ассоциируется С чем-то таким Плохим Негативным Вообще Отвратительным Да Так вот Кто должен был Прийти на землю На землю Должен был Прийти Христос То есть Тот Кто Был Помазан И Иисус Родился Иисус родился В семье В простой Семье Вот знаете Иисус не родился В семье Римского Императора А Иисус родился В семье Плотника Аллилуйя Я вам скажу С радостью И с гордостью Что я тоже плотник Я даже столер Вот так вот Поэтому А столер Это Ну как сказать Это выше чем плотник Даже Да Потому что столер Умеет стулья делать Столы делать Плотник только Заборы и туалеты Так вот Иисус родился В семье плотника Это простая семья Была обычная Там Девушка была Обычная Помните Там даже История Когда они Приехали в гостинице Не могли номер Снять Их поселили В хлеву Если тебя в хлеву Селят Ты простой человек А ну Вам это известно Да Так вот Иисус Он был простой человек Да Он в простой семье И 30 лет он рос Вот он просто жил Обычно жил До момента Когда он не принял Помазание Помазание Да Почему Потому что Все его служение Оно началось С момента Когда он Принял Помазание Для того чтобы Принять помазание Иисусу нужно было Попасть На служение Вот Сегодня уже Ты сделал То же самое Что сделал Иисус Ты уже попал На служение Слава Богу Да То есть Иисус должен был Упасть на служение Потому что Обычно Помазание Передается На служение Кто Этим служением Занимался В то время В то время Был один мужик Который уже У него было Свое служение Звали его Иоанн Креститель Он был Немножко Странноватый Вот Хотя я вам Скажу честно Вот В процессе жизни Я это замечаю Многие Проповедники Они странноватые Вот Но вы на это Не смотрите Надо смотреть На помазание Потому что Если ты будешь Смотреть И сравнивать Нормальный Ненормальный Как прическа А что за то А что то А что то Ты никогда Помазание не примешь Иоанн был Даже Я бы сказал Не то что странноватый Он нормально Странный был Вот Потому что Он всю жизнь Жил там В пустыне Ел дикий Мед Акриды Был волосатый Весь И в кожаных Одеждах Ходил Это у него Какие то кожаные Шорты Были Наверное Я не знаю Там жилетка Кожаная Была Какая то Весь в каких то Поясах Кожаных Было И он там На Иордане Начал проповедовать Проповедовал 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 В это время Иисус 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 Возможно Я вам скажу В процессе жизни Я даже Я даже сам Я даже сам Свою жизнь Проследил Неплохо Использует Понимаете Неплохо Использует Для передачи Помазания И Бог Использовал Иоанна Грестителя Иисус Получил Помазание Он стал Помазанником И в последствии Все Кто Следовал За Иисусом Христом Они начали Называться Как Христиане Да То есть Если Христос Помазанник То последователи Тоже Что Помазанник Ты говоришь Ну помазанник Это там Мунтиан И все Вот А Библия Нам показывает Что Христиане Все Христиане Все Христиане Это все Могут быть Что Помазанниками Все Почему Потому что Они следуют За Иисусом Христом Все Я говорю Все Знаете Мы Мы попали Под вот это Вот это Влияние Православной Католической Церкви Очень сильно Вот послушайте Я сейчас не говорю О том что Там Это неправильные Церкви Или неправильное Служение У меня Очень много Знакомых Из православных Епископов Метрополитов Там Рима Католических Греко Католических Священников Я уважаю Этих людей Я уважаю Взгляды Уважаю В веру Но я должен Это сказать Понимаете Я должен Это сказать Я не осуждаю Я знаю Метрополита Епифания Это вообще Это Кристальнейший Человек Честнейший Человек Благословенный Человек На Ауди 2006 2006 Года Ездит Святолюдына Так вот И Знаете Я должен Это сказать Православие Католицизм Принесли Какую-то Неправильную Вещь В христианство Да В чем Она заключалась Они Разделили Вот Церковь И Священство Они провели Такой Серьезный Водораздел Причем Они разделили Не только Вот знаете Внутренне Да А они Разделили Даже Внешне Поэтому Чтобы Понять Что человек Священник Это Вот у него Борода У него Длинные Волосы Да У него Тут Куча Всяких Этих Да На воротах Висит Да Вот Он В такой Одеже Совершенно Другой Особенно На празднике Мне их Одежа Нравится Вообще Они Когда Одевают Вот эти Все Свои Эти Я присмотрелся Там Звезды И Кресты Звезды Вот так Везде А вы Присмотритесь Это же Я не смеюсь Это правда Они все В звездах И в крестах Вот И все Такое Знаете Золоченое Там Какие-то Короны Какие-то Жезлы Ну Обычный Человек Он даже В голове Не будет Такой Дома Купиться Поставить Водевать Ходить Перед женой Жена Я священник Какой Домашний Да И ходишь С этим То есть Нас Разделили Понимаете Разделили На две части Говорят Вот вы 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 все Это приход А мы 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 даже Своими именами Не называемся Мы даже имена себе Другие придумали Какой-нибудь Афинагел Третий Да Мы даже Называемся По-другому Мы выглядим По-другому Мы Другие Это вы Вот обычные А мы Вообще Другие А вы Такие Себе Знаете Никакие А вот Мы Мы Это Во Это Мы У нас Жезл У нас Кресты У нас Куча Наворотов У нас Халаты Со звездами Вам До нас Никуда И тут Знаете Вот Возникает Сразу Библейский Вопрос А Если Мы Христиане Значит Мы Тоже Помазан А Если Мы Тоже Помазаны Значит Мы Тоже Можем Быть Священниками А Почему Тут Такое Разделение Почему Такая Стена Такой Барьер Вот Эту Стену Вот Этот Барьер Господь Хочет Разрушить Аминь И Библия Говорит Вы Имеете Помазание Цветов Ты Говоришь Я Не Имею Если Не Имеешь Сегодня Будешь Иметь Это Бог Хочет Чтобы Помазаны Были Все Когда Иисус Получил Помазание Давайте Прочитаем Очень Быстро Я Не Буду Сильно Много Времени Забирать Я Уже Его Забрал Четвертая Глава Луки 18-19 Стих Написано Дух Господин На Мне Ибо Он Помазал Меня Это Сказал Кто Иисус Сказал Когда Получил Помазание Сказал Дух Господин На Мне Он Меня Помазал Первое Для Чего Благовествовать Нищим Да Ладно Да Ладно Что Прям С этого Надо Начинать Если Ты хочешь Служить Богу И Ты Не Хочешь С этого Начинать Ты Дурак С Этого Надо Начинать С Чего Благовествовать Кому Нищим Нищим Для Этого Бог Дал Помазание Вот Я Помазал Для Чего Зачем Мне Эти Бомжи Зачем Мне Эти Вот Наркоманы Алкоголики Тунияцы Это Знаешь Одновременно Ты Говоришь Да Зачем Мне Это Помазание Понимаешь Отказываясь Делать То Для Чего Тебе Бог Дал Помазание Ты Автоматически Отказываясь От Чего От Помазания Исцелять Сокрушенных Сердцем Проповедовать Пленным Освобождение Слепым Прозрение Отпустить Измученных На свободу Проповедовать Лето Господне Благоприятное Бог Помазал Иисуса Для Служения Теперь у меня вопрос Если Бог Помазал Иисуса А ты Христианин Ты тоже Помазанный Что ты должен Делать Все То же Самое Что Делал Кто Иисус Ты говоришь Господь Я Христианин Но я Вот этого Ничего делать Не буду Вот Тогда ты Не христианин Тогда ты Приход Понял Ты Приход А слово Приход Придумали Две части Населения Этого мира Это Батюшки И наркоманы Вот Приход Тебе не надо быть Приходом Тебе надо быть Христианином Поэтому Когда Иисус Пришел Что он делал Он проповедовал Первое Второе Он учил Третье Он исцелял Больных Четвертое Он изгонял Бесов И пятое Это я от себя Добавил Хотя это есть В Библии Он кормил Голодных Аминь Вот он делал Эти пять вещей Если ты говоришь Я хочу Помазание Ты должен сразу Настроиться Знаешь Настроиться На вот эти Пять вещей Кто-то говорит Пастор Ну это же так Тяжело Открыть церковь В Европе Это так тяжело Ты не знаешь Ни языка Ты не знаешь Ничего Ты вообще Ничего не понимаешь Послушай Начни делать То что тебя Призвал делать Христос Первое Начни Проповедовать Кому А знаете Что Библия говорит Библия говорит Нищих всегда будете иметь Даже если богатых У тебя в церкви Не будет То нищие Если ты начнешь И проведать Они всегда у тебя будут А если ты им еще Дашь что-нибудь Они всегда будут Аминь Это помазание Для этого Понимаете Помазание Ни для чего Другого не дается Вот для этого Помазание дается Боже Пошли в мою церковь Миллиардера Господь говорит Помазание Для нищих А для миллиардеров Может они Когда-то и придут Когда у тебя Сильно много Нищих будет И они поймут Что ты электорат Они поймут Что тебя можно Использовать Скажут Ооо сколько у него Нищих Надо его Наверное Приделать Под какую-то партию Ботчевщина Вот Они к тебе придут А приходили уже Да В Орловку Да Не получилось Сильно Ну ладно Так вот Если ты помазан То ты должен делать То что делал Иисус Если ты делаешь Что-то другое Тебе помазание Не надо Поэтому Ты должен настроиться Знаете Вот Сегодня мы Хотим Ну Служение Открыть Много церквей В Европе Да Все хотим сделать Я сейчас расскажу Как это все появилось Да Но Прежде Я хочу сказать Даже не надо С вот этого Начинать Там Знаешь Вот Я Стану Пастырем Куплю себе Папку Буду ходить Как пастырь Начни Не с титула Начни с функции Начни С проповеди Бедным С учения Начни С исцеления Больных Начни С знаний Бесов Это могут делать Все Ты что Еще не почувствовал Что в твоих руках Есть большая энергия Я тебе говорю Я тебе говорю В твоих руках Есть Божья энергия Ты на ребенка Вот так вот Ребенок плачет Ты на него руку положил Он раз успокоился Почему? Потому что через Возложение рук Бог хочет творить чудеса Амэн Аллилуйя Итак Нам нужно много Помазанных людей Ладно Не нам Богу нужно много Помазанных людей И Чтобы быть помазанным Этого недостаточно Масла на голову Полить Надо еще Определиться Что ты будешь делать То для чего Помазание Предназначено Амэн Согласны со мной? Как все начиналось Знаете 2021 год У нас 400 церквей 300 в Украине 100 в России 100 даже больше Чем 100 Там в России Да Вот август месяц Россия Видать готовилась К войне И Они решили Все сомнительные Организации Со своей территории Прибрать Поэтому они Выпускают закон Что Запретить на территории Российской Федерации Все наши 100 церквей И запретить Нашу библейскую школу Кто знает Петшитровенскую Библейскую школу? Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху Слава Богу Да И они запретили Это все Вот И я думаю Что делать Да Яна в Россию Не въездной Сын мой Уже не въездной Последний Поехала жена Ее там арестовали Посидели в каталажку Короче Она там Текала где-то Откуда-то там В общем Ну такое Слава Богу Она самая стойкая Поэтому Слава Богу Что не нас арестовали С Антоном Вот Поэтому пусть она там Отсидела за нас Да У них генетика Там знаете У них там всех сажали Короче Так вот Все закрыто Да Ездить туда уже нельзя Тут проблема Уже как бы И им сюда ездить нельзя Потому что запретили Отношения Да Мы встретились Я говорю Братья Я говорю Ну вы понимаете Что мое влияние На вас Оно заканчивается Я уже Ну что я сделал То я сделал Да Мое влияние Заканчивается Они говорят Ну мы понимаем Ну будем стараться Как-то иметь связь Ну решили провести конференцию Там В Москве Выбрать свою власть Другую уже Ну и самостоятельно Чтобы развиваться Самостоятельно Чтобы двигаться Собрались на конференцию Где-то там Подмосковье Как называлось Коронавирусу всех Ладно И В Раменском Собрались Да Короче Они там Собрались 120 человек 120 пасторов Лидеров Жены Там их некоторые были Все Приехали Шесть служб Российских Положили всех Мондой в пол Побили всех Сапогами По почкам Короче На всех составили Уголовные дела Нет Сначала административные Составили Короче Все Ну я Я понимаю Все Я понимаю Все Это Конец Больше Эти 100 Церквей мы иметь Не будем Да И тут же я читаю Библию Да Я ее читаю Первая глава Восьмой стих Деяния апостола Написано Что Сойдет на вас Дух Святой И вы будете Мне свидетелями В Иерусалиме В Самарии И даже До края земли Я реально понимаю Мой край Забрали Да Забрали 100 церквей Я позвонил Там Одному Епископу Российскому Все Забирай Все Пусть оно Все будет У тебя Я понимаю Все Мы Мы потеряли Влияние Мы потеряли Какую-то власть Мы потеряли Все Забирай Пусть они С тех пор Практически Мы не имеем Никакой связи С Россией С российскими Церквями Что там с ними Как там с ними Я не знаю Я начал молиться Я говорю Господи Иерусалим Есть Что такое Иерусалим Ну Все Вменяемые люди В этом зале Знают Что Иерусалим Это Першитравец Почему Потому что Служение В Першитравец Оно началось С мега Чудес И мега Знамений В этом городе Нет ничего Привлекательного И никогда Не было Кроме Церкви Кроме Церкви И даже Я не был Привлекательным Потому что Когда Я начал Своё служение Я был 55 килограмм Веса У меня были Такие усы И прическа Что у Адольфа Гитлера Вот То есть Ну Глядя на меня У ни у кого Не появится Желание Служить Богу Вот Но у всех Появлялось Желание Служить Богу Глядя на чудеса Которые происходили Потому что Чудес было Столько Это было Реально Их было Настолько Много И они Были Настолько Сильные Особенно Все Что касалось Зависимых Людей Наркоманы Алкоголики Они Начали Пахнуть С Днепра С Кривого Рога С Киева С Донецка Они просто Начали Переселяться В Першитравенск Чтобы Подержаться За Першитравенскую землю И уже Они понимали Что исцеление Приходит Брат Рад за тебя Дорогой Пусть Бог Благословит И они Ну Где-то В Астрале Короче Першитравенск Это место Чудес И знамений Вот вчера В Берлине Парень был У него Рак челюсти Представьте Рак челюсти Он приезжает В Першитравенск Получает Исцеление И научился Гнуть Зубами 20-ти Миллиметровые Стальные Пруты Ну это Для того Чтобы показать Смотрите Я исцелен И все Смотрят Говорят Ну да Точно Поэтому Першитравенск Это святая земля Святая земля Это Земля Чудес Знамений Там просто Ты стоишь Возле церкви Уже ты Исцеляешься Если ты хочешь Полностью Исцелиться Ты можешь На стульях Там спать Вот так Внутри И Бог Тебя полностью Восстановит Исцелит Это Иерусалим Потом Самария Я подумал Думаю Ну нормально В Першике Давай в Харькове Что-то сделаем Я начал ездить В Харьков Я ездил в Харьков В 13 лет За 13 лет Мы выросли У нас церковь Стало там Больше там Тысячи людей Потом открыли Там еще 15 Или 20 Церквей Я уже не помню Сколько Практически Во всех городах Я в Харькове Начал проповедовать Изгнание бесов Знаете Иисус же сказал Бесов изгонять Я начал проповедовать Что мы изгоняем бесов Ко мне пришли Все странные люди Харькова Вот Это было прикольно Колдуны Поприходили Все гадалки Правда Они там что-то пытались Против меня Воевать Там какие-то пики Ножи Там закапывали Что-то колдовали Ну это такое Ерунда Все Пришли все Да Самария Самария Да Я понял Что в Харькове Там нормально Развивается Передал это Антону В Першотравенске Там понял Что там все нормально Передал там Вадику Да И пошел дальше Там в Киев пришел Ну Самария Надо Самария Да В Киеве тоже Там все мне говорили Говорили Ой Тищенко Что ты вот это Сюда приехал Знаете Как говорили Цетубины Першотравенск Цекиев Цекиев Ну типа знаешь Что там В Киеве Типа люди живут Умнее чем Першотравенск Походив по домам Я этого не увидел Понимаете Нет Это не то что я Киевлян Унижаю Но люди везде Одинаковые Не надо себя Не надо себя По признаку Того Где у тебя Квартира Растошевана Считать умней Это тебе Тищенко Не Не Першотравенск Еще знаете Специально Вот это Издевательское Такое Першотравенск Першо Что Першотравенск Вот так Издевательское Такое Знаете Унижают Мой город Любимый Да Мой Иерусалим И мы приехали В Киев Короче Начали служение Там все Говорят Это тебе Тут не получится Ничего Тут другие люди И все Все нормально Работает Если ты Делаешь То что написано В Библии Проповедуешь Кому Мы сразу Собрали Кучу Наркоманов Вот Кучу Всяких Странных Людей Мы их Вот так Сразу Собрали Начали Проповедовать Там Приехали В один зал Они говорят Что вы хотите На сколько зал У вас 1300 мест Они говорят Да нет Зачем вам 1300 мест Вон возьмите У нас есть Маленький На 100 мест Говорим Да нет Нам на 1300 Тут всем Надо было Никто Не может Заполнить Этот зал Все в пустом Зале Я говорю Вы же не понимаете Мы помазаны Для проповеди Нищим Мы сейчас Начнем Проповедовать Нищим Правда Мы начали Проповедовать Нищим Короче Забили Этот зал Там Это Хорошая женщина Там заведующая Она говорит Вы достали Говорит Вы двери поломали Говорит Все поразносили Говорит Вы появились Нас тут ограбили Я говорю Ну что мы сделаем Ну публика такая Да Вот И что я могу сделать Знаете Мне кто-то звонит Он говорит Как дела Я говорю Ну как тебе объяснять Вот В районе своей жизни Или в районе всего Вот Я каждое утро Новости открываю Я думаю Господи Хрибы ничего про нас не было Да И Это Самария Знаете Самария Но должен быть Край земли Должен быть край Российский край Забрали Забрали Знаешь Когда тебя могут Обворовать Это обозначает Лишь одно Что ты богатый Потому что Невозможно Обворовать Того У кого ничего нет Мы открываем Церкви Мы будем Их открывать Мы готовим Лидеров Мы будем Их готовить Мы Поднимаем Лидеров Мы создаем Лидеров Мы их Создаем Независимо от того Я не разочаровываюсь Ничего не выходит Понимаешь Братья Разобрали Там Квартиру Одной колдуни Там Мой портрет Висит Пикой Пробитый Вот А мне нормально Все Сердце Да Вот 59 лет И выгляжу Хорошо В 59 лет Ну Проклинали Колдовали Ну что ты Сделаешь Да Угрожали Наезжали И бандиты И 48 уголовных Дел И басманный суд Города Москвы Заочно арестовал Вот Одна женщина Садится возле меня В кафе Говорит Б. Андрей Я говорю Да Говорит У нас В церкви Была специальная Молитвенная группа Мы молились Чтобы вы умерли Говорит Спасибо За молитвы Слушай Против помазания Ты не попрешь Ты можешь Против человека Попереть Да Там Ну не нравится Кому то Что Мы проповедуем Нищим Кому то Не нравится Да Там Ледяев выгнал Тищенко Из нового поколения Это знаете Какой-то Штат Аризона Выгнал Америку Из Америки Что за Фигня Выгнал Ну не нравится Тебе Ну хорошо Живи Как ты считаешь Нужным А я буду Жить Так Как написано Проповедовать Нищим У тебя нет Людей В церкви Иди Проповедуй В нищем Будут Простота Этого Откровения Убивают Да Нет Ничего Посложнее А Вот сложно Давайте придумаем Нету Ничего Сложного Все просто Да И вот я Молился Господи Где Мой край Земли Вот 22 год Январь Месяц Дух Святой Мне говорит Ейте в Европу Я думаю Ты что я туда поеду Я не хочу ехать У нас там Несколько церквей Ну Оксана Самая яркая Звезда Нашего Служения В Европе Всегда была Вот На тот момент Это вот Одна-одна Звезда Такая На которую Можно было Посмотреть Сказать Вот да Действительно Хоть церковь там есть Хоть там люди есть Хоть там прославление Нормально есть Мы ее там С Антоном Вытолкали В Берлин В Варшаву Говорим Открой там Она поехала Бедная Я смотрю Думаю Боже мой Бедная детина Поехала Открыла в Берлин Мы Короче Поехали По Европе Поехали Я взял Артура Вот На каком-то Долбанном Вольво Страшном Таком Ты поменял его уже Слава Богу Мы поехали По Европе Приехали К Оксане Потом приехали В Варшаву И Знаете В Берлине Или где-то там В Дюстеридорфе Дух Святой Мне говорит Ты откроешь 100 церквей В Европе Я говорю Господи Как Знаете Я логический человек Я понимаю Открыть Церкви Это послать 100 миссионеров Где их взять Это раз Второе Кто из благословенной Счастливой Радостной Украины Захочет поехать В Европе И знаете Дух Святой Мне сказал Это Я это принял Я это принял В свое сердце И сказал Хорошо Господь Если это Сегодня наш Край земли Будем работать Здесь И произошло Что вы знаете Я сейчас Не буду возвращаться К тому Что произошло Действительно До 10 миллионов Наших соотечественников Оказалось Здесь Многие из них Они Живут На Те деньги Которые им дают Государство В которое Они попали Это дает им Возможность Иметь Свободное Время А значит Они могут Принять Помазание Проповедовать Учить Исцелять И освобождать Людей Аминь Знаете Это сделал Бог Это сделал Бог Я этого не хотел Поверьте Мне Я даже в Европу Ехать не хотел Артур помнит Да Я не хотел Ехать в Европу Но Бог Сказал это сделать Знаете Почему Потому что И в Европе Должно быть Пробуждение Что такое Пробуждение Чудеса должны быть Чудеса Знамения Измененные Жизни Мне кто-то говорит Говорит Вот тут Это не то Что там Да Везде Все в жизни Одинаково Везде Есть Наркоманы Бомжи Алкоголики Везде Есть Проклятые Люди Везде Есть Больные Люди Все Везде Есть Аминь И Когда Толпа Эта Хлынула Знаете Я Я Такую Думаю Что делать Я говорю Антон Тебе надо Остаться Тут Он говорит Да не Я не буду Я не останусь Я хочу Назад Я хочу Домой Я хочу К своим Я говорю Хорошо Тогда я Останусь Ну Тогда мне Надо Остаться Одно из Двух Потому что Если Бог дал Это слово Кстати Это слово Никому Не понравилось У нас Часть лидеров Наших 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 Пастырей Которые Были Там Ушли Говорят Вот Ты Там Своего Сына Тут Европе Спрятал Вы Посмотрите На Свои Морды И Посмотрите На Этого Доходягу Которые Которые С постов Не Вылазят У вас Пачки В Эти Как В Двери Не Влазят Неде Опять Паститься 21 День Почему Ну Потому Что В Дегропе Сложно Сложно Здесь Здесь Тяжело Но Мы Прорвемся Почему Потому Что У нас Есть Помазание А у Кого То Его Нет Есть Все Кроме Помазания У нас Есть Помазание Да Понимаешь Это Наш Край Земли Наш Край Земли Как Пел Янукович Шахтерский Край Где Тереконов Ряд Где Шахтеры Идут В забой Словно В ад Еще Не Помните Это Единственное Что Он Хорошее Сделал Песню Спел Так Вот Помазание Это Главное Помазание Не Дается От Того Что Ты Хороший Красивый Богатый Помазание Не Дается От Того Что Ты Умный Образованный Помазание Дается Тогда Когда Ты Решил Делать То Что Написано В Библии Многие Хотят Делать То Что Им Нравится И Говорят Помашь Меня Фиг Тебе Продолжал Делать То Что Тебе Нравится Но Без Него 7 глава Луки 22 стих Иоанна Посадили В тюрьму Он Начал С чего Начал Иоанн Ну Во-первых Иоанн Это был Самый Крикливый Проповедник Когда Его спросили Ты кто Он Говорит Я Глаз Вопиющего В пустыне Вот Поэтому Знаете Что вы Орете Ну Мы Последователи Иоанна Крестителя Поэтому Орем Да И не бойся Кричать Кричи Евангелие Должно Проповедоваться С властью А знаешь Когда кричишь Оно Как вроде Как и власть Появляется Да Аминь 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 И Короче Иоанн Проповедовал Иисуса И его Посадили Такое Бывает Вот Если ты С Иисусом Связался То обязательно Будет Какое-то Уголовное Дело Вот Я думал Боже мой Сейчас стану Верующим Вообще У меня Никаких Проблем В жизни Не будет Я думал Что Если ты Стал Верующим Это Все Бог Есть Любовь Люби Ближнего Люби Бога Ты будешь Сам Все Будет В жизни Хорошо Ты же Верующий Все Слушай Если ты Стал Верующий Ты делаешь То Что тебе Сказал Христос Я могу Даже В тюрьму Посадить И вот Иоанн Сидит Там Иисус Ему Ни Передачки Не Приносит Ничего Ни сигареты Ни чай Вот он Сидит Зовет Учеников Говорит Сходите Узнаете Это Тот Христос Или Это Какой-то Не тот Христос Вообще Чего я Сижу Я Вообще Считал Что Христос Придет Будет Все Хорошо Все Хорошо Будет Это Когда Ты Просто К Богу Пришел Когда Ты Начинаешь Служить Будет По Разному Будет И Хорошо И Плохо Но Я Скажу Так После Конференции В Берлине После Конференции Здесь Мне кажется Уже Ничего Не страшно Я думаю Боже Слава Тебе Здесь Есть В этом Месте Есть Люди Помазанные Помазанные Люди Помазанные Помазанные Для Цыганей Помазанные Для Солдат Помазанные Помазанные Проповедовать Учить Помазанные Исцелять Больных Ты скажешь У меня Не совсем Получается Да и у меня Не совсем Получается Пастор Да я Не совсем Святой Но ты В любом Случа Лучше Чем Апостол Петр Петр Вообще Был Ну Извините Он Вообще Нереальный Тип Был Господь Ему Говорит Ты Камень На всем Камне Построю Церковь Он Говорит Христос Не надо Тебе На крест Ити Потом Пришли На Отрезал Ухо Вообще Какому-то Непонятному Пацану Который Вообще Там Никакой Роли Не играл Он Просто Слуга Чей-то Был Он Пришел Петр О Иди Сюда Взял Ему Ухо Отрезал Зачем Потом Когда Возле Костров Все Сидели Хавали Он Говорит Три Раза Я Иисуса Не знаю Не Не знаю Не 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 Участвовал Никогда Не Не Проходил Ни По Какому Делу Но Господь Его Избрал И Помазал И Тебя Может Избрать И Помазать Идеальным Не Обязательно Быть Знаете Что Обязательно Обязательно Делать То Что Сказал Христос Вы Никому Не Рассказывайте Эту Проповедь Никому Не Рассказывайте Потому что Это мой Секрет Вы Поняли Это Мой Секрет Да Помазание Дается Кому Тем Кто Служит Кстати Господь Нам Сказал Что Мы Использовали Для Помазания Елей Оливковое Масло Особенно Холодного Отжима Используйте Очищает Сусуды От Бляшек Холестериновых Печень От Жира Способствует Нормальному Нормальной Работе Сердца В нем Очень Много Вещей Которые Убивают Раковые Клетки Поэтому Если Ты Регулярно Употребляешь Оливковое Масло У тебя Рак Никогда Не Приключится Аминь Я говорю Не Приключится Аминь И До Сегодняшнего Дня Вот Сейчас Помазывали Карла Чарльза Чарльза В Англии Помазывали Сейчас Чарльза Третьего Вы знаете Чем его Помазывали Оливковым Маслом Которое Собрали На Оливковой Горе В Иерусалиме Поэтому Помазание Это Для Королей Я говорю Для Королей Помазание И Вы Тоже Короли Короли Трущоб Короли Наркоманов И Алкоголиков Короли Нищих Бедных Проклятых Больных Несчастных Разрушенных Для Для Этого Господь Помазывает Аминь Дух Господь На Мне Ибо Он Помазал Меня И вот Иоанн Сидит Говорит Господи Ты Тот Или Вообще Не Тот Ученики Приходят К Иисусу Говорят Тут Иоанн Задает Вопрос Ты Вообще Тот Или Не Тот Он Говорит Пойдите Скажите Смотри Слепые Видят Хромые Ходят Прокаженные Ищщаются Но самое Главное В конце Бедным Людям Проповедуется Иван Илья Нет Это вообще Неправильный перевод Нищий Блазит Нищим Благовествуется Слово Божье Во всех Переводах Кроме Этого Москальского Во всех Переводах Написано Бедным Людям Проповедуется Слово Божье То есть Иисус сказал Смотрите Признак Того Что я Помазан Признак Того Что я Помазан Это я Нахожу Бедных Людей Это уже Вопрос Номер Два Что мы Возьмем Бедного И из него Сделаем Богатого Это уже Второй Вопрос Понимаешь Но брать Надо Кого Того Кого Сказал Господь Нам Брать Для этого Дается Помазание Поэтому У меня есть Большая вера Братья и сестры Сто Церквей В Европе Я сейчас Был в Америке Там Пророк Приехал С Колумбии Уникальный Мужик Я такого Еще не видел Костыли у людей Из-под Ног Выбивает Короче Они там Бегают Телефоны Номера Угадывает Номера Паспортов Называет Кого Как зовут Кто Где Что хотел Купить И не купил Кто С кем Когда Развелся У кого Сколько Друзей И какая Подруга Его Предала Это Ужас И мы Приехали Там В один Дом И он Там Был Он Говорит Хочу Тебе Что-то Сказать Я говорю Да Может Не Надо Этот Говорит Хозяин Дома Говорит Он Нормальный Пророк Он Хороший Он Последний Раз Мне Попророчествовал Мне 5 Миллионов Долларов Пришло Говорит Ну Тогда Давай Пять Миллионов Если Пришло Это Нормально Еще Дима Макаренко Со мной Был Антон Был Я Был И Он Пророчествовал Ему Пророчествовал И Мне И Антону Пророчествовал Я Не Буду Вам Рассказывать Много Таких Интимных Вещей Но Одно Он Сказал У Тебя Ты Не Хочешь Этого И Бог Это Знает Что Ты Этого Не Хочешь Но У Тебе Будет Большое Служение В Америке Я Говорю Макаренко Может Это Тебе Он Говорит Это Тебе Было Я Говорю Я Просто Плохо По Английски Понимаю Может На Тебя Он Смотрел Или Не Наверное Это Все Таки На Тебя Он Говорит Да Небо Старцы Наверное На Тебя Общались С ним Приехал Специально Поговорить Знаете Он много Проповедовал В Украине Много Церквей В России Через Него Открылись Сейчас Он В Америке Много Работает Иногда Служит Говорит Что-то Голос Пропал Пошел К врачу Врач Говорит Ну У тебя Там Опухоль На Связках Говорит Рак Связок Говорит Я пришел Домой Сел Включил Твое Проповедь Какую-то Ты Проповедаешь 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 Потом Такой Горишь Рак Горло Истеляется Он Говорит Я Закончил Проповедь Я Говорю И что Говорит Все Не ссорьтесь Зачем Если можно Дружить Если можно Дружить Зачем Ссориться Вот Обиделся бы Он на меня А было Зашел Потому что Я противный Но Помазанный Не стал бы Проповедь Слушать Не стал бы Слушать Проповедь Ничего бы Не услышал Понимаешь Надо Ссориться Надо Просто Принять Помазание Вполне Возможно Ты меня Больше Никогда В жизни Не увидишь Ну Разве Что Там По Фейсбуку Где-то Ты Ты можешь Слушать Проповедь Ты можешь Учиться На следующей Библейской Школе Я всех Призываю Учиться Почему Потому что Я учу Два месяца Подряд С утра До вечера Учу 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 Для чего Чтобы построить Твои мозги В которые Бы могло Влиться Помазание Понимаешь Поэтому Следующая Библейская Школа У нас Будет Учиться Онлайн Десять Тысяч Человек Иисус Сказал Идите Всех Научите Если Он Это Сказал Надо Это Делать Для чего Учить Людей Для чего Ну Чтобы Они Грамотные Были Ну Вот Я Грамотный Я Грамотный Окей Я Доктор Богословия Доктор Философии Магистр Истории Бакалавра Психологии И Шо Медбрат И Шо Ты Вообще Ты Ничего Вот Все Помазание Потому Что Если Ты Помазан Ты Можешь Кому Помочь Помочь Понимаешь Иногда Ты Со всеми Дипломами Своими Ты Не Можешь Себе Помочь А Помазание Ты Можешь Кому Помочь Да Все Будет Нормально Будет Будет Пау Шитолором Ага Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Здесь Очень Многих Людей Бог Хочет Использовать Очень Многих Я Знаю Что Ты Здесь Появившись В Европе Захотел Жить Спокойной Жизнью Слушай Ну Я Не хочу Тебя Пугать Но Иногда Вот Эта Спокойная Жизнь Она Превращается В Решение Своих Проблем Хочет Тебе Открою Секрет Еще Один Только Никому Не Рассказывайте Выключи На это Время Камеру Чтоб Никто Не Знал Открою Открою Девушки отдыхают Не, ну я тут в Норвегии так хорошо, спокойно, тихо, все, а что тут, зачем, вообще нормально, рыбка есть, красная, вот, это должно быть не твое, знаете, место, где ты спрятался, а твое место, где ты развернулся, потому что нищие, Христос сказал, всегда есть, даже в самой богатой в мире Норвегии всегда есть кто, нищие. Слушайте, я вырос, я начал свое служение в наркоманской столице Украины, в Першитравинске, но у нас столько наркоманов не было, сколько в Варшаве. И помазание у нас есть для решения этих вопросов. Братья и сестры, у нас по репцентрам 48 уголовных дел. Про нас уже составили все, что можно составить, и какие фильмы только, что мы наркомана убиваем там и все с ними делаем. Слушайте, из наших репцентров сейчас воюет 500 человек, 12 капелланов бывшие, 70 полицейских. Все оттуда. И сейчас я посмотрел в списке, сколько у нас на реабилитации, говорю, 4,5 тысячи. Варнин мне говорит, как вы это делаете? У нас дома, у нас, у нас, у нас на каждого реабилитанта 28 квадратных метров, 4-х разовое питание, единственное, наркоманов нет. У нас кровати трехэтажные. И они есть. Почему? Помазание? Помазание есть. Когда оно есть, все происходит. Когда помазания нет, ничего не происходит. Это масло всего лишь. Я помазанием не распоряжаюсь, я его не даю. Помазание подает Бог. Но Бог использовал Иоанна Крестителя, чтобы помазан был Иисус Христос. Христос выше Иоанна Крестителя. Может быть, ты выше меня в сто раз. Но Бог сегодня меня использует, чтобы передать. Опять же, не я распоряжаюсь, Бог распоряжается. В тот день крещения принимали сотни людей. А помазание пришло только на Иисуса. Это зависит от твоего сердца, от твоего настроя. Давайте закроем свои глаза. Скажи вместе со мной, скажи. Святой Дух! Помазь меня! Проповедовать! Учить! Исцелять! Освобождать! Братья и сестры, еще раз. Скажи. Святой Дух! Помазь меня! Проповедовать! Учить! Исцелять! Освобождать! Еще что-то важное. Я пропустил это, братья и сестры. Для того, чтобы действовать в помазании, тебе нужно полюбить несколько вещей. Тебе нужно полюбить молитву и полюбить Слово. Возможно, Бог хочет, чтобы в Литве ты открыл 20 церквей. А я думаю, оно того хочет. И еще, возможно, Бог хочет, чтобы... Та церковь, в котором городе ты находишься, там на служении было по 500 человек каждый раз. Люди исцелялись, спасались. Если ты молишься 15 минут в день, Бог этого не может сделать. Он просто смотрит на тебя с неба и говорит, и все? Ты же, ну у меня нет времени, я занят, я... У меня экранное время айфона 7 часов. 8. 8 часов экранное время айфона. Господь говорит, поменяй. Поменяй. Дай мне 2 часа в день молитвы. Дай мне 2 часа в день молитвы в течение года. Я сделаю такие вещи. Которые ты будешь просто в шоке. Понимаешь? В шоке. Потому что Богу нужны люди, которые любят молитву и любят слово. Они хотят пребывать там. Поэтому помазание не для всех. Для тех, кто любит молитву и любит слово. Ты скажешь, ну это тяжело полюбить. Знаете, я понял одну вещь в жизни. Иногда надо полюбить какие-то вещи полезные. Аминь. Мне 59 лет уже. И один хороший друг мой, бывший. Он мне научил в санаторий ездить в Моршин. Печень лечить. Там клизмы делал. Капельницы. И мне это не нравилось очень сильно. Но я понял, что для того, чтобы я мог вот так нормально по всему миру колесить, вот, везде проповедовать, все делать, мне надо полюбить Моршин. Теперь я больше люблю Моршин, чем Канарские острова. Ну что такое Канарские острова, фигня? А вот Моршин. Там вареное мясо, куриное, поганое. Там вода противная. Вот, там, короче, клизмы. Но ты это полюбил. Почему? Потому что от этого ты себя чувствуешь хорошо. Полюби молитву. Ты будешь себя чувствовать хорошо. Полюби молитву. Понимаешь, полюби молитву. Все начнет работать быстрее. Полюбишь молитву, все начнешь быстрее работать. Многие люди, они настолько растянули свое служение. Ну вот, когда-то что-то будет, когда-то что-то будет. Давай, начни прорываться в молитве, в посте. Это нужно для помазания. Помазанию нужны молитвенники. Давайте все встанем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok